здравствуйте на портале экзогет продолжаем беседы о книгах ветхого совета и сегодня поговорим о наиболее может быть читаемые книги то есть конечно наиболее читаемый постоянно присутствующий богослужение церкви это о псалтире слов псалтырь именование музыкального инструмента который струнный инструмент в точности каков он был у иудеев сказать затруднительно то ли подобной гитаре то ли лире но сопровождение инструмента этого произносились ритмически молитвенные тексты так вот это прежде всего книги псалмы являют прежде всего молитвы и это основной материал для богослужения мы не только читаем псалтырь во время богослужения специально таскать один псалом за другим в кофизмах или во время шестопсалме но из слов взятых из псалмов состоят и множество других молитв церковных так вот эти молитвы которые уже три тысячи лет начиная от царя давида возносятся богу столь вдохновенные столь содержательные искренне и точны по своему переживанию незаменимы совершенно этой одновременно исключительная поэзия потому что образы некоторые замечательно красивы даже в переводе древнееврейского языка это главное все таки не так хорошо составленные гимны а главное что в них очевидно удостоверяется присутствие живое присутствие человека перед богом мы не просто сообщаем кому-то так сказать отдаленному трансцендентному большинству какие-то сведения которому большинство может быть до этого и делая нет а мы находимся в общении с богом в живом общении мы знаем произнося псалмы что не только мы заинтересованы нуждаемся как лань жаждет к истоку вот так душа моя к тебе богу живому но и бог ищет человека и вот это вот взаимообщение удостоверяемая псалмами совершенно уникальны и незаменимы ли живой человеческой души книга псалмов начинается однако не собственно с молитвы а начинается с некоего так сказать увещание обращенного скорее к человеку я перечту первый псалм он не длинный блажен муж который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей но в законе господа воли его и о законе его размышляет он день и ночь и будет он как дерево посаженные при потоках вод который приносит плод свой во время свое или из которого не вянет и во всем что не делает успеет не так нечестивые но они как прах возметаем и ветром потому не устоять нечестивые на суде и грешники в собрании праведных ибо знает господь путь праведных а путь нечестивых погибнет это поучение возвращает нас по существу к основной сути ветхого совета именно к завету к договору о верности которая человек должен соблезти перед богом который всегда верит и заметили как первые два стиха учат человека как жить блажен муж который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит собрание развратителей то есть путь настоящий праведной чистой жизни требует того чтобы даже и не пойти туда где будет скверно где будет неправда не оказаться в общении с теми кто нарушит мир твой с богом но в законе господа воли его и о законе его размышляют он день и ночь мы знаем что святое место пусто не бывает нам недостаточно не быть там где не должно нам недостаточно не делать или не думать того чего не должно что-нибудь обязательно в голову придет где-нибудь мы обязательно сами окажемся мы должны проложить веселье к тому чтобы наша душа наши мысли наша воля наше как бы сказать вот присутствие было посвящено богу и мы не можем просто так сказать запретить себе о чем-то думать или что-то делать о чем-нибудь мы да будем думать так вот что-нибудь да будем говорить с кем-нибудь да будем общаться так вот здесь всегда должен быть сознательный выбор если не право то окажется лево и забить еще что в этом псалме как и во всех псалмах давида произносится такое жесткое обличение нечестивым народу чужому ибо знает господь под правенных а под нечестивых погибнет а погибели нечестивых почти в каждом псалме произносится это молитвы храмовые и и в этих храмовых молитвах все время перемешаются они хвалительные гимны покаянными молитвами покаянные просительными и благодарственными то есть все переживания человека перед богом могут быть выражены теми или другими псалмами всегда как древний текст относятся к какому-то автору авторитету который как бы сам авторитетом освещает содержание этого текста понятно что священнослужители храма были или молящиеся храме были авторами текста и вообще вначале не и не записывались произносились из уст на мы знаем что фиксация заповедь записи это более поздняя история ветхозаветной традиции знак присутствия божия выражена преклонением обращением к имени бога вот как мы прочитаем об этом скажем псалмах ну например в псалме 90 который мы часто читаем и наверное многие помнят его наизусть живущий под кромом всевышнего под сенью всемогущего покоится понятно тот кто кто приближен к богу и не покидает его тот защищен им и в конце псалма за то что он возлюбил меня говорит господь избавлю его и защищу его потому что он познал имя мое познал имя мое это значит познал меня приблизился ко мне тоже читаем псалме скажем в 104 хвалитесь именем его святым до безвеселиться сердце ищущего господа имя это не только то что открыто человеку это то что человек произносит в самом произнесении имени господа содержится уже сближение с ним приобщение к его жизни вот в салме 134 как мы как человек удостоверяет это хвалите имя господни хвалите рабы господни стоящие в доме господнем во дворе к дому бога нашего это значит во дворе храма при начале служения при принесении жертв произносятся воспеваются хвалительные псалмы хвалите имя господня какое песнопение красивое мы помним в нашей церковной службе на эти слова это вдохновляет людей во все времена это и тексты псалмов особенное особенное значение вот этого присутствия перед богом оно очень красиво выражено в псалме сто тридцать восьмом может быть тоже помните его многие это тот самый псалом где человек исповедует свое постоянное присутствие перед очами бога не бога перед его перед очами человека не я напрощаю внимание на тебя о господи я могу не обращать внимание на тебя но я знаю что ты постоянно обращаешь на меня внимание я никуда не уйду от взгляда твоего вот послушайте господи ты испытал меня и знаешь ты знаешь когда я сажусь и когда встаю ты разумеешь помышление мои издали иду ли я отдыхаю ли ты окружаешь меня и все пути мои известны тебе еще нет слова на языке моем ты господи уже знаешь его совершенно посмотрите здесь нет просьбы тут нет и слов покаяния тут как бы нет выражение какой-то нужды знаете иногда говорят люди да я беру бога он мне помогает ах может они верят в бога да не так как бог хотел бы чтобы человек в него и был ему уверен и любил его тут нет любви к богу в словах да да бог есть он мне помогает а вот если бы не стал помогать так может его и нет что ли так верят язычники в своих идолов человек верующий так как верят истинные христиане и как веровали истинные призванные богом еще ветхом завете как царь давид например они восхищение находятся уже от самого своего призвания который к ним обращает бог от того что бог их знает вот что им радостно сзади и спереди ты объемлишь меня и полагаешь на мне руку твою дивно для меня видение твое высоко и могу постигнуть его куда пойду от духа твоего и от лица твоего куда убегу зайду ли на небо ты там саду ли в преиспольню и там ты возьму ли я крылья зари и переселюсь на край моря и там рука твоя привезет меня и удержит меня десница твоя скажу ли может быть тьма сокроет меня и свет вокруг меня сделается ночью но и тьма не затмит от тебя и ночь светла как день как тьма так и свет ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей славлю тебя потому что я дивно устроен дивные дела твои душа моя вполне сознает это дивные дела твои говорит человек богу и он для того чтобы в этом удостовериться даже не охватывает взором все вокруг ему надо достаточно посмотреть себя взгляд внутрь себя оказывается взгляд в какую-то глубину в какую заглядывает совбог ты соткал меня в отрубе матери моей говорит он не сокрыты были от тебя кости мои когда я созидаем был в тайне образуем был во глубине утробы зародыш мой видели очи твои в твоей книге записаны все дни для меня назначенные когда ни одного из них еще не было как возвышенные для меня помышления твои божии и как велико число их стану ли их исчислять но они многочисленнее песка когда я приближаюсь я все еще с тобою на этом можно было бы остановиться и обрадоваться такому замечательному тексту но быть мы читаем псалом давида таков каков он есть и как бы мы оказываемся свидетелями той такого отношения к богу к завету какое испытывали люди времен давида и сам давид и тут мы читаем дальше вот о если бы ты боже поразил нечестиво удалитесь от меня кровожадные мне ли не вознервить ненавидящих тебя господи и не возгнушаться восстающим на тебя полный ненависть и ненавижу их враги они мне то есть недостаточно псалмопевцу исповедовать богу свою преданность свою любовь к нему ему надо еще указать над свою ненависть к нелюбящим богам испытай меня боже и узнай сердце мое испытай меня и узнай помышления мои и зри не на опасном ли я пути и направь меня на путь вечный пожалуй это псалом может повторять каждый день чтобы восстановить в себе настоящее понвенное присутствие перед богом и главное надежную радость о жизни нет надежной радости о жизни если она лишена помышления о боге мы оказываемся в каком-то безжизненном пространстве в космическом холоде если не в любви божией то в нелюбви безразличной вселенной читая псалмы мы конечно можем удостовериться и в том как человек глубоко и всерьез сокрушается перед богом это псалмы плач например псалом двенадцатый до коле господи будешь забывать меня в конец до коле будешь скрывать лице твое от меня до коле мне слагать советы в душе моей скорби сердце моим господи боже мой просвети очи да не усну я сном смертным да не скажет враг мой я одолел его да не возрадуется гонителем если я поколеблюсь я же уповаю на милость твое сердце мое возрадуется о спасении твоем распою господу благодельствуй меня вы узнаете это один из тех псалмов которые мы читаем на богослужении на шестом псалме интересно что вот эти шесть псалмов читаемых в начале утренней они читаются от первого лица единственного числа а читаются при этом собрании всей церкви мы все вместе при потушенном свете как бы обращенный внутрь себя каждый но именно вместе произносим псалмы в которых выражаем свою нужду свою потребность в присутствии Божьем мы не даром можем потерять это общение мы не даром можем оказаться в отдалении от Бога грехами своими сами этого достигаем но милостью Божьей просим возвращения и жажда присутствия Божья исключительно красиво выражена например в псалме 41 поэтому даже такие графические живописные изображения посвященные псалтире бывают основаны на этом тексте как боголюдстве вступал с ними в дом божий согласом радости и словословия празднующего сонма что унываешь ты душа и что смущаешься уповай на Бога ибо я буду еще славить его спасителя моего и Бога моего то есть псалмопевец в самом словословии в самом этом произнесении молитвы находит уже совершенное утешение он не ждет каких-нибудь особенно специальных дарований себе приобретений ему для него важно присутствовать пред Богом и словословить его вот еще из псалмопевец 2 Боже ты Бог мой тебе от ранней зари ищу тебя жаждет душа моя по тебе томится плоть моя в земле пустой иссохшей и безвони чтобы видеть силу твою и славу твою как я видел тебя во святилище вот мы с вами в предыдущих беседах обращались к книге пророка Иезекииля и говорили о том как для Израиля было казалось бы окончательной катастрофой уничтожение самого смысла жизни отсутствие храма то что Бог покинул народ и храм был разрушен и слава его отошла от народа так вот возвращение к жизни это возвращение храмовой молитве это возвращение не просто храмовой молитве так сказать как некой процедуре так сказать религиозному обряду а возвращение к присутствию перед присутствую перед Богом не просто Бог дает человеку некие блага а Бог сам является высшим самым нужным самым искомым благом для человека вот чему учит над псалтырь и на этом сегодня закончим а если придется сегодня кому-то прочитать один, другой, третий псалом будем читать что мы попали в самую точку и нашли самые лучшие минуту в этот день до следующих встреч внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео субтитры 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 субтитры